Все, девочки, отмыли мы плиточку, взяли специальное средство, которое называется очиститель фасадов. Оно в канистре 5-литровой продается, и оно входит в реакцию, просто наливает и сразу начинает отходить все, и тряпочкой все это удаляется. В общем, теперь чистенький, беленький, беленькая чистенькая ванна. Сейчас мы хотим поставить сюда стиральную машину. А где наша стиральная машина? Вот она, вот она. Я, кстати, хотела вам показать, вот тут, сейчас мы распакуем, видите, вот эти вот круги. Это ребра жесткости, но они бывают только в стиральных машинах Bosch Siemens. Это от вибрации сделано, специально такие, как круги на воде, вот такая форма у них. Но я потом вам расскажу про стиралку уже отдельно, отдельный обзор будет. А может, этот обзор будет дальше. Девочки, когда вам доставляют стиральную машину, вам нужно снять упаковку, ну хотя бы там надорвать и посмотреть визуально, чтобы не было никаких вмятин и царапин. Это первый этап, идет визуальный осмотр. На втором этапе вам нужно включить ее в сеть и посмотреть, загораются ли лампочки, работает ли электроника. Потом, когда вы будете устанавливать стиральную машину, не забывайте обязательно снимать транспортировочные болты, вот эти вот болты, которые удерживают барабан при транспортировке. Если вы эти болты не снимете, у вас начнет скакать стиральная машина и может с резьбы соскочить барабан. Вот, ну и вот, допустим, в стиральной машине Бош, в некоторых внутрь вкладывают документы, здесь они висят вот здесь, сзади, на задней стеночке. Ну, мы их сейчас снимем, распакуем, установим, потом я вам дальше буду рассказывать про стиральную машину. Всем привет, мои хорошие! Сегодня я хочу вам рассказать про стиральную машину, которую мы приобрели с дочкой. Мы выбрали стиральную Бош, выбирали мы ее в интернете. Эти машинки я очень хорошо знаю, я про них вам расскажу позже. Я уже заранее знала, какую именно стиральную машину Бош мы будем покупать. Я знала это уже заранее давно, еще даже несколько лет назад, когда еще работала в магазине бытовой техники и продавала эти же стиральные машины и всю остальную бытовую технику. Выбрали мы эту машинку в интернете. Я дочке сразу уже сказала, давай набирай, купить стиральную машину Бош и будем смотреть, какие машины нам предлагает Яндекс.Маркет и какие цены. Ну, посмотрели, конечно, чтобы она была подешевле, но и с другой стороны, вот хорошая по уже такой современной технологии. Ну и глубиной 45 сантиметров мы уже знали точно, что будем брать именно вот 45 сантиметров. И как раз в тот момент, когда мы выбирали, вот посмотрели уже от самых дешевых цен и нашли ту модель. Вот одну из тех моделей, которые я бы хотела выбрать, оказалась она в магазине МВидео. На нее была скидка 5 тысяч, она была по акции. И, в общем-то, эта машина стоила 30 тысяч, купили мы ее за 25, ну, точнее, 24 990. Кстати, если вы делаете часто покупки через интернет-магазины, то вы можете получать кэшбэк. Есть такой сайт, через который, если вы совершаете покупку, то определенный процент покупок возвращается вам на счет. Этот сервис называется Smart E-Sale. Я заглянула туда и увидела там свои любимые магазины. Там очень много магазинов, свыше 2200 магазинов имеется. И там вот такие магазины, которыми мы часто пользуемся, есть вот такие, как МВидео, кстати. Там есть и одежда, и обувь, и связь там, бытовая техника, продукты, аптеки. В общем, детские магазины, спортивные магазины, очень много популярных магазинов. Вот мы в приложении видим AliExpress, Herb, NVIDIA видим, ну и многие другие, вот Litres есть, многие-многие другие магазины. Заходите на этот сервис, и вы увидите кучу знакомых магазинов. А процент от кэшбэка доходит до 50%. Еще там есть круглосуточная техподдержка. Если у вас какие-то возникают вопросы, вы туда можете позвонить, и вам ответят на все ваши вопросы. И еще удобно то, что это приложение можно скачать на телефон, как оно на Android, так же на iOS. Вообще, кэшбэк в последнее время становится очень популярным, очень многие пользуются уже кэшбэками, потому что всегда приятно получать какую-то часть своих денежек назад. Кому это интересно, я ссылочку оставлю внизу под видео. Девочки, когда покупаем стиральную машину, на всех стиральных машинах есть вот такой вот лист. Вот он может быть наклеен где-то на стиральной машине, или просто там где-то приложен. Ну вот я вам хочу сказать, какая модель вы видите, да? WLL24360OE, Bosch. Это просто если вы захотите знать, какая модель. Ну и что мы здесь видим? Значит, 0,93 это идет энергопотребление, зацикл стирки. Всегда показатель вот этот вот, он идет на программу стирка хлопок 60 градусов. Это такая программа, с которой снимают показатели и вот заносят на такие вот листочки. Но это в основном делают такие производители. Но, правда, некоторые делают как-то там другой показатель, пишут, но это вы можете прочитать. Дальше идет класс качества стирки А. Класс качества отжима Б. Это 1200 оборотов. Но здесь буква зависит от количества оборотов. То есть 1000 оборотов это уже будет С. А если там 1400, по-моему, максимум, это будет А. Не важно. В общем, загрузка у нас 7 килограмм. И расход воды за цикл, опять-таки, хлопок 60, 42 литра. То есть вот эти показатели мы видим уже вот на этом листочке. Ну, нашу стиральную машину вы, как видите, встроили уже. Тут у нас идет тумба со столешницей. И ее встроили туда вот под эту столешницу. Поэтому боковины я сняла заранее, чтобы вам показать их форму. Они такой вот формы, как закругление идут. Это для того, чтобы меньше было вибраций, меньше шуба. Более от вибраций защищает. Ну и видите, вот ее внешний вид машинки. Вот такой вот дисплей. Вот идут программы. Ну, сейчас я вам просто хочу показать внешний вид. Вот что, как она выглядит, да. Что мы видим. Ну, мы видим, во-первых, вот тут люк. Вот он открывается. Кстати, здесь магнитный замок. Магнитный замок защелкивается. Именно магнитом. И здесь, возможно, благодаря этому замку, возможно, дозагрузка белья. То есть, если здесь вода налилась, но не выше бортика. А если температура воды там не слишком горячая, чтобы не обжечься, потому что здесь срабатывает защита, и тогда не откроете его дверь. Ну, в общем-то, возможно, дозагрузка. На паузу поставили, доложили белье. Дальше, если посмотреть барабан, вот, допустим, даже если сравнить бош с бошом 5-килограммовым, а вот это 7-килограммовый, здесь идет такая вот капельная форма, капельные, каплевидные, да, вот такие вот капельки. И вот такие вот специальные захваты, они, он идет где-то пологий такой склон с одной стороны, и тупой склон с другой стороны. И еще такая вот идет винтообразная форма гребня. Для чего это сделано? Это идет у нас технология 3D-вашинг. Ну, раньше они на стиральных машинах писали, сейчас, видимо, они на всех, они пишут эту технологию. 3D-вашинг – это вот стирка в трех плоскостях. То есть белье вращается не только вправо и влево, но оно еще в третьей плоскости вращается. То есть, ну, это вот для лучшего выстирывания, для лучшего выполаскивания. Ну, вот такое вот сделали. Дальше, что мы здесь еще видим? Эко-сайленс драйв – это идет инверторный мотор, и Bosch дает 10 лет гарантии на мотор эко-сайленс драйв. Дальше мы видим серия 6. Это идет класс комфорт. То есть, это уже не самая дешевая, не самая дорогая, потому что самые дорогие премиального класса – это уже идет серия 8. Что мы видим по программам? Тут есть спецпрограммы. Это детское белье, рубашки. Детское белье и крестик нарисован вот здесь. Также эта программа подходит для аллергиков. Специальная программа для рубашек и блуз. Джинсы, спортивная одежда. Пуховики. И также можно стирать там и пуховики, и пледы, и одеяло. Тонкое белье. Хлопок 60, быстрая стирка. Вот такая отдельная спецпрограмма есть. Спецпрограммы регулировать мы не можем. То есть, там уже заложена определенная температура, определенное количество полосканий и интенсивность стирки. То есть, все уже машиной предусмотрено. Мы там уже ничего не регулируем. Регулировать мы можем программу хлопок, синтетика, шерсть, сручная стирка. Вот эти три программы мы уже можем регулировать, снижать. Можем температуру, обороты снижать. Время стирки можем тоже там сократить. Ну, здесь также есть супербыстрая стирка. Это 30 минут, 15 минут. Смешанное белье тоже спецпрограмма. Есть ночная программа. Там выключены все сигналы. Там идет беззвучный отжим. То есть, вода сливается, заливается новое, полоскается белье. Также сливается. И уже после последнего полоскания вода в баке остается вместе с бельем. Мы утром, допустим, встаем. Включили только отжим и все. Ну и вот полоскание. Если нужно просто что-то сполоснуть. Если мы, допустим, стирали ручную что-то, просто хотим сполоснуть. Также отжим, слив отдельно есть у нас. Что еще здесь есть? Кювета. Что мне нравится? За что мне нравится эта кювета? Она легко вытаскивается. То есть, вот нажали на эту кнопочку, раз, и достали кювету. Если нужно ее просто помыть. Помыли ее под краном. Тут водичка осталась. Водичка туда идет. И поставили обратно. Если заглянуть внутрь, сюда, под кювету, мы увидим, видите, множество отверстий. Эта водичка поступает сюда, омывает кювету. И, в принципе, кювета, она не очень-то сильно и пачкается, потому что хорошо вымывается здесь все из нее. Ну и также легко ее ставить на место. Это вот вставили и закрыли все. Здесь у нас вот есть две палочки. Это основная стирка. Одна палочка нарисована. Если мы с предварительной стиркой стираем сюда порошок и сюда порошок. Ну и здесь кондиционер наливается вот в эту кювету. Вот тоже удобно ее помыть. Это лучше, чем в индезите. Я мучилась, как вы видели на видео, которое я снимала уже. Что еще касается 3D стирки, это вот, кстати, форма люка. Если посмотреть вот сбоку, форма ступенеобразная. То есть это тоже идет 3D стирка. Белье, когда вращается, допустим, в направлении в этом, то оно падает сюда и отталкивается, отскакивает назад. То есть вот таким вот образом белье еще вращается в третьей плоскости. Еще если внешне посмотреть, вот здесь вот есть люк, который, кстати говоря, очень легко открывается просто руками. Не нужно брать какую-нибудь там отвертку или что-то, чтобы открыть этот люк. Это аварийный слив воды, если понадобится. Также вот это откручивается вот эта штука. Если там какой-то мусор собирается, ну вот люди бывают, открывают и там достают какие-то там, может, монетки или что-то в карманах лежало. Я положила белье в стиральную машину. И сейчас я хочу запустить ее вместе с вами. Как работает, показать, как работает дисплей. В общем, поворачиваем просто переключатель на режим хлопок. Допустим, пусть у нас сегодня будет режим хлопок, хотя там смешанное белье, там и хлопок, детские вещи, трикотажные. Ну, в основном хлопок, да. По умолчанию у нас выскакивает температура 60 градусов. Есть выбор снижения температуры 40 градусов. Но меня 40 градусов устроит. Дальше обороты. 1200 оборотов. Ну, вот я поставила на 1000 оборотов просто нажатием на эту кнопочку. Время нам показывает, машинка будет стирать 2 часа 53 минуты. Но я хочу время сократить. Здесь есть кнопочка Speed Perfect, Eco Perfect. То есть, одна кнопочка, одно нажатие, это мы можем сократить время стирки. Убыстрение показывает, видите, часики. То есть, мы тоже самое можем постирать за час. Таким образом, чуть-чуть может повыситься, допустим, так как ускорение потребления электроэнергии. Вот. Но также я могу выбрать, допустим, Eco. Тогда будет экономия такая, процентов на 30 экономия электроэнергии. Но стирка, это же самое, будет у нас идти 5 часов 27 минут. Ну, в принципе, такое можно поставить, как на ночной режим, в принципе. Тогда просто без отжимов, без ничего. Ну, если кому-то актуально, вот это экономия электроэнергии. Ну, как правило, мы сильно, вот не экономили электроэнергию, но мы очень сильно экономим наше время. Да, поэтому за час меня устроит стирка. Ну и всё. Дополнительное полоскание, предварительная стирка. Этого я включать не буду, оно мне не нужно. Я включаю пуск. Вы услышали характерный щелчок. Здесь написано, замочек вот нарисовано. То есть на магнитный замок машинка защелкнулась и закрылась. Сейчас идёт залив воды. Мы слышим звук воды. И у нас начало уже вертеться бельё. Я просто хочу, чтобы вы услышали, слышно ли вам работа мотора. Мотор инверторный, бесщеточный, и он работает тихо. Его не слышно ни во время стирки, ни во время отжима. Мы только слышим, как у нас переворачивается бельё тихонечко. И мы слышим, как где-то в соседней квартире кто-то что-то сверлит. Правильно? Сейчас идёт доза лива воды. Кстати говоря, в этой машинке есть такая специальная система, которая наливает воду. То есть это идёт дозирование воды. Вот она, кстати, есть в таких машинках Бош. Именно с такой технологией. Дозирование воды. Но она не только в таких машинках Бош есть. Она и в других тоже. То есть здесь каким образом? Автовзвешивание, там весов в машине нет. Но машина всё время дозаливает воды. Прямо буквально там пошагово по 50 грамм. В зависимости от количества белья, находящегося в машине. То есть там специально есть такой датчик, который определяет именно, сколько нужно воды дозалить. И она может периодически подливать воду. Вот воду бельё впитывает в себя, и тогда там уже машина определяет, сколько там не хватает воды, сколько нужно ещё долить. То есть таким образом машинка умно-умно доливает воду. Что ещё я могу вам сказать про эту стиральную машинку? Значит, что есть сенсор дозалива воды, я вам уже сказала. Ещё там есть вольт-чек. Я не помню точно, как оно там у нас называется. Но скажем так, вольт-контроль. То есть защита от скачков напряжения, от перепадов напряжения. Вот эта вот система, она работает в диапазоне от 170 до 270 вольт. То есть если у вас идёт перепад напряжения вот в этом диапазоне, машина будет продолжать работать. Если перепад больше, в большую или меньшую сторону, машина остановит свою работу. Если выключили электроэнергию, свет выключили, машина остановит свою работу. Машина запоминает, на каком месте она остановилась. И потом, когда свет включат или нормализуется напряжение, машина продолжает работать с этого места. В отличие от многих других машин, которые остановились, где-то минут 15 постоят, потом просто выключаются, и нужно заново перезапускать машину. Вы не знаете, допустим, на какой стадии у вас завершилась работа. Может быть она уже постирала, допустим, на стадии ополаскивания, но вам нужно, а вы не знаете, постирала или нет, вам нужно опять засыпать будет порошок, да, и заново запускать процесс стирки. Вот здесь такого делать не нужно, машина сама продолжит с того момента, на котором она остановилась. Еще в технологию 3D-вашинг входит, помимо того, что там стирается белье в трех плоскостях, то есть лучше вестирование, лучше выполаскивание, и еще три амортизатора. Вот именно в башах, в башах и семенцах машинах глубиной 45 сантиметров, там бак стоит на трех амортизаторах, то есть там он более устойчив и нету вот этого гуляния барабана. На всех остальных стиральных машинах на двух амортизаторах стоит бак, поэтому он может гулять немножко, да, во время джима он в основном гуляет. Здесь с левой стороны две ножки, с правой одна, и более устойчиво стоит. То есть это запатентованная технология 3D-вашинг, она находится в башах и семенцах в стиральных машинах, и именно в машинках с загрузкой 45 километров, именно в машинках глубиной 45 сантиметров. Что касается аквастоп, на некоторых машинках есть аквастоп, это такое вот приспособление на заливном шланге, и это называется уже технология 100% защиты от протечек, То есть защита на заливном шланге и защита внизу. Там, где аквастопа нет, там защита внизу есть, она есть на всех стиральных машинах Бош-Сименс, то есть там имеется поддон, там имеется поплавок специальный, если туда вдруг начинает поступать вода, поплавок этот всплывает и перекрывает эту воду, то есть вы не затопите соседей, вот если так народным языком говорить, да, попроще. В нашей машинке есть просто этот поддон, аквастоп я не стала брать принципиально, ну машинки с аквастопом, они в принципе дороже стоят, может на одну, на две тысячи, но вот у меня машинка с аквастопом, я просто не вижу необходимости, чтобы он был, при том, что вот эта вот балда, я не знаю, как ее назвать, которая на заливном шланге, она имеет определенную толщину, и если вы хотите, вот допустим, там столешницу задвинуть, вот там, где у вас соединение идет, ну может вот эта толщина каким-то образом мешает, ну лично я не вижу в ней такой необходимости, то есть если бы она была вот именно на этой машине, ну пусть бы была, а если бы ее нету, то как бы это не принципиально, для меня лично так. Кстати, что об этом аквастопе я вам хочу сказать, что именно в башах, в отличие от других стиральных машин, что он не одноразового использования, там идет электропривод, и если он срабатывает, он сработал, кстати говоря, аквастоп не сработает, если у вас выключена электроэнергия, потому что он работает от электропривода, а вот в других стиральных машинах они делают одноразовые, то есть там совсем идет другая как бы система, и если он сработал один раз, то вам уже нужно будет потом шланг этот менять, а в башах и сименсах менять его не надо, он на весь срок службы рассчитан, то есть на неоднократное, скажем, срабатывание этого аквастопа. Кстати, технология 3D Washing, это запатентованная технология, она принадлежит компании Bush Siemens, и ее уже никто не может использовать из других компаний, то есть вот это вот все, что я вам рассказала, такой каплевидный барабан, три амортизатора, вот это вот вращение в трех плоскостях, ну и как бы так далее, то это уже запатентованная технология. Кстати говоря, часто задаваемый вопрос был в магазине, разборной бак или неразборной бак. В общем, для многих людей это актуально, потому что есть машинки, где баки не разбираются, и тогда уже машинка, можно сказать, одноразового использования. Ну, в башах и сименсах баки разборные делают, но я знаю, что не все мастера знают, как его разбирать оказывается, и говорят некоторые, что бак неразборной. На самом деле он разборной, а вот, кстати говоря, вот в индезитах, арестонах там бак неразборной, еще в каких-то дешевых машинах вот тоже неразборные баки делают. Что еще я знаю о башах и сименсах? Стиральные машины Bush Siemens, они делают срок эксплуатации 10 лет, на инверторный мотор гарантия 10 лет. В отличие, кстати, от других стиральных машин, где срок эксплуатации 7 лет идет. Но я вам хочу сказать, машину я видела и Bush Siemens, и другие машины, я видела в разобранном виде, я видела, как выглядит вообще на самом деле внутри это устройство, как выглядит помпа, вся эта гидравлическая система, проводочки. И я хочу сказать, у Basha Siemens сделано все на совесть, там все заизолировано, все аккуратненько сделано, все хорошо подсоединено, и там действительно они дают более длительный срок эксплуатации машины. В некоторых брендах, я не буду говорить, перечислять в каких, но там вот все-таки гидравлика, она вот такая вот, как бы, знаете, шатковалка, ну, все такое, вот проводочки не очень, там, скажем, хорошего качества, и где-то там подсоединено даже не очень, там, все это как-то так, знаете, вот действительно сделано так, чтобы ненадолго она служила. Вот, ну, бренду Basha Siemens я доверяю. Я хочу сказать, что эти машинки я продавала долгое время, и отзывов много слышала от людей положительных, и знаю, что их берут хорошо. Вообще, этот бренд, он, в принципе, в рекламе не нуждается. Я его не рекларирую, просто я его уважаю, и я уважаю за качество, за надежность и долговечность. И технологии, инновационные технологии там всегда применяются, все время обновляются, каждый год идут новые какие-то модели, что-то более улучшено, что-то более продвинуто, поэтому я выбираю Basha. Ну, Basha Siemens чем отличается? Это один концерн, он называется БСХ, Basha Siemens House Gritter, в переводе. Сам Basha, он имеет сегмент средний, базовый сегмент и премиальный класс. А Siemens, он идет в основном класс комфорт идет и премиальный класс, то есть там бюджетного сегмента в Siemens нету, а в Basha есть, то есть в Basha можно более такой широкий ассортимент, и можно, если что, купить, может быть, более дешевую какую-то технику. Ну, House Gritter в наших магазинах, где я работала, не продается, может быть, оно продается где-то в других местах, но House Gritter я не изучала, и поэтому про это я уже, про этот бренд и говорить ничего не буду. Но все это относится к одному концерну. Кстати, завод Basha Siemens находится в городе Стрельно под Питером. Там большое производство, которое стоит на территории России, но, тем не менее, это уже завод немецкий, там немецкое оборудование. И если, вот даже сегодня я открыла интернет и набрала в поисковике завод Bosch в Стрельне и фотографии. Вот я полистала фотографии, сейчас, если я смогу, открою, вам покажу кое-какие фотографии с этого производства, как этот завод выглядит. Это большой завод. И что еще про Basha Siemens хочу вам сказать, что в Германии находится научно-исследовательский институт, который разрабатывает технику. Они там разрабатывают, допустим, новые технологии, инженеры работают, новую технику изобретают, они же там ее тестируют. И уже сама сборка происходит, скажем, вот именно стиральные машины и холодильники, которые вот идут 60 на 60, стандартные размеры, они производятся на этом заводе у нас в России. И эта техника, она продается там, не знаю, там в 13, ну, по крайней мере, тогда, в 30 странах, по-моему, она продается как ближнего зарубежья и дальнего зарубежья. Во многих странах не только россияны, но Россия, это основной потребитель идет вот этой продукции. Но продукции, это, как я уже сказала, продается и в других странах. То есть там за качество вот они двумя руками держатся. А вообще, так как Германия сама по себе территория небольшая, вот имеет страна, да, то, в общем-то, они изобретают все у себя, то есть весь мост находится там. Ну, а в других странах, на территории других многих-многих стран стоят заводы, Бош-Сименс, где они изготавливают бытовую технику, крупнобытовую, мелкобытовую и небытовую технику разную. Вот. Ну, я, например, вот уверена в качестве Бош. Поэтому у меня, например, дома и у моих детей очень много приборов, сделанных компанией Бош. Ну и сразу я вам хочу сказать, чем отличаются стиральные машины того же производителя, того же производства, того же завода. Тот же самый Бош, но, скажем, вот эти вот с технологией 3D-вашинг от, скажем, 5-килограммовых, 40-сантиметровых глубиной тех же самых стиральных машин Бош. В 5-килограммовых стиральных машинах нету технологии 3D-вашинг. В основном это идет базовый сегмент, и там идет, в общем-то, обычная технология, обычная стирка. Ну, сами машины качественные, стирают они хорошо. И также вот там действительно не врут. Если там интенсивная стирка, то она идет интенсивная. Если там деликатная стирка, то она действительно деликатно стирает. То есть вот та стиральная машина, в которой я стирала на квартире и у дочки на предварительной квартире, там были индезиты. И я включаю, допустим, программу деликатная стирка, а у меня происходит вот такая вот стирка, как интенсивная, то есть вот интенсивность абсолютно одинаковая, что на хлопке, что на деликатных тканях. Здесь если деликатно, то деликатно, она стирает аккуратненько, тихонечко, перекладывает белье с места на место, чтобы его не испортить. Вот, поэтому качеству, в общем-то, и технологиям БОЖ я доверяю в этом плане, поэтому я и выбирала стиральную машину БОЖ. Но я не стала вам об этом говорить в предыдущем видео, потому что, чтобы своим выбором не повлиять на ваш выбор, то есть у меня так была в прошлый раз тема, в принципе, как выбирать стиральную машину. А вот какую выбирать стиральную машину, я не говорила принципиально. А вот это видео у меня направлено на мой выбор. Вот сейчас я вам рассказываю про свой выбор. Я не говорю вам, идите покупайте БОЖ. Я вам говорю, что я купила БОЖ и за что я его купила, почему. А что выбирать, это уже вам самим видно. Потому что кто-то, может быть, недавно купил машинку другого бренда, а сейчас посмотрите мое видео, скажете, ай, что же мы там купили. Ну, как бы я, извините, не хочу влиять на ваш выбор, да. То есть я хорошо знаю БОЖ, мне нравится, и я делаю такой выбор. Это мой выбор. Все, не обсуждается он уже. Так, ну посмотрим, что у нас тут происходит. До конца стирки осталось 30 минут. Вот за что я люблю дисплей, что здесь можно увидеть, сколько времени осталось до конца стирки. Мне интересно, я просто хочу подловить момент, когда будет отжим, для того, чтобы послушать, как отжимает по звуку машинка. Вот, если я не пропущу этот момент, пока я тут с вами болтаю, то постараюсь, если получится, сниму. Что еще я вам хотела сказать, мои дорогие. Когда вы приходите в магазин бытовой техники, ну вот, особенно в большие магазины, то вот, заходя в магазин, вас встречает, вы можете видеть, допустим, много консультантов. Но среди них есть продавцы магазина, среди них есть консультанты сторонней организации, то есть промолтеры определенного, допустим, бренда. Ну и у продавцов, и у промолтеров, у них есть свои определенные цели и задачи. Они должны выполнять каждый свой план для того, чтобы зарабатывать, конечно, себе зарплату. Поэтому они вас могут проконсультировать по всей технике, но они все-таки будут вас больше склонять, допустим, к определенной технике. И может быть, вас, вот есть такие недобросовестные консультанты, я сама просто работала в магазине, и сама я стояла и слышала, которые начинают рассказывать небылицы про какой-то там бренд, скажем, да, для того, чтобы человека отговорить от одной, скажем, от одного бренда, переключить внимание на другой бренд. Ну, что я вам хочу сказать. Вот просто вы это имеете в виду на всякий случай. Было бы неплохо, если бы вы уже, допустим, знали определенный бренд, который вы хотите знать, и не верили, допустим, небылицам, скажем, которые могут вам рассказать. Ну, могут где-то что-то приврать, на самом деле вот так и делается. Но что поделаешь, всем ребятам, девчатам хочется заработать себе зарплату, да. Поэтому, конечно, лучше быть немножечко подкованным. И когда человек приходит в магазин уже, допустим, целенаправленно, или уже знает конкретно, что хочет приобрести, да, или какой-то любит человек определенный бренд, то тогда обычно, ну, с такими, скажем, уже и не спорят покупателями. Допустим, если человек пришел в магазин и говорит, я хочу только Бош, мне не надо даже не предлагать и ничего другого, да. Ну, все, тогда будет разговор идти только... Хотя нас учили работать с возражениями. То есть человек может сказать, что вот я хочу только Бош, и этому человеку положено сказать, а почему, а почему вы хотите только Бош? Вот человек вам говорит, вы с человеком соглашаетесь, и начинаете работать с возражениями. Это тоже в технологию продаж входит. Ну, тут уж ничего не поделаешь. То есть, если вас отговорили, скажем, от одной техники, и вам продали другую технику, и вы ее уже купили, тут уже ничего не поделаешь. Дай Бог, чтобы она работала долгое и не создавала вам проблем. Ну, а я сделала свой выбор, и, в общем, на своем выборе я стою. Вот, девочки, как раз-таки я успела подойти к отжиму, по-моему. Я, конечно, слышу, как стучит молотком соседи, но машина у нас сейчас готовится к отжиму. Эта стирка у нас уже закончилась, и у нас начинается сейчас процесс полоскания. Машина набирает обороты, но я, честно говоря, не слышу мотора, не слышу никакого свиста, визга. Вы видите, да? Вот она потихонечку. Кстати говоря, инверторные моторы, они оборот набирают плавно, останавливаются плавно. Вот в этих инверторных моторах тоже такое есть. Ну, я хочу уловить звук, чтобы вы послушали, как работает инверторный мотор. Мне тоже это хотелось послушать, потому что я, когда машинки эти продавала, я, в общем-то, теоретически знала, как это все работает, но увидеть и услышать самой у меня не было такой возможности. Вот сейчас она у меня появилась. Ну, в общем-то, тихо работает. Нету свиста, звука такого, какой вот в моей стиральной машинке. У меня дома не инверторный мотор, обычный щеточный мотор. И, конечно, она работает громче. Кстати, вибрации нету. Машинка вот она вот еле-еле вибрирует. Ничего. У меня, когда идет отжим, у меня с машинки даже слетают предметы, расчески, которые там лежат. А здесь вот вообще минимальная вибрация и очень тихий идет отжим. Но я даже думаю, когда мы поставим дверь в ванной, то в коридоре у нас не будет слышно работы стиральной машинки, и она никак не будет нам мешать снимать видео для вас, что-то рассказывать. Даже не будет слышно, что машина у нас стиральная там работает. Ну, вот она отжала, и сейчас уже идет на снижение оборотов. В общем-то, вот таким образом произошел процесс отжима. Без шума и пыли, как говорится, да? Ну, а теперь водичка заливается уже на полоскание, уже на дальнейшее полоскание. Ну, вот мне удалось подловить момент отжима для того, чтобы заснять для вас, как происходит отжим инверторным мотором. Вот, честно говоря, машинку я дочке выбрала такую, какую взяла бы себе. Но у меня хорошая машинка, в общем, разговора нет. Единственное, что, конечно, у меня на отжимах она работает громко, как обычный мотор, простой, щеточный. Вот. А бесщеточный мотор, это уже на магнитах мотор вращается, щетки не имеют звука, потому что, когда щетки работают, то, конечно, звук идет, свист идет на отжимах, а здесь работает тихо. Вот, как говорится, посмотрели и послушали, да? Ну, что, мои хорошие, все, что я хотела, мне кажется, все, что я хотела, я вам показала, рассказала про стиральную машину. Если у вас какие-то будут вопросы, задавайте в комментариях, постараюсь ответить на все ваши вопросы. А сейчас, кстати, я хочу зайти в интернет и посмотреть, показать вам, вот, как выглядит на фотографии вообще вот это производство, где изготавливают вот эти стиральные машины. И, кстати, холодильники тоже Бош. Вот, холодильник мы тоже Бош себе хотим. И он у нас будет. Ну, вот, девочки, смотрите, я открыла Яндекс.Картинки как раз-таки. И вот он, этот завод, Бош Сименс, который находится в стрельне, который делает, вот уже крупным планом, который делает стиральные машины и холодильники. Но там еще и другую технику делают. А вот мы видим холодильники Бош, которые стоят здесь. Российский флаг, немецкий флаг и еще какой-то там флаг. Ну, качество картинки, вы видите, может быть, не очень хорошее, потому что показывают через экран. Но если вы захотите это узнать получше, то вы можете, в принципе, открыть Яндекс, набрать завод Бош в стрельне и посмотреть картинки. Там видео есть разные об этом производстве. Если хотите об этом производстве узнать побольше. Стиральные машинки, холодильники, все это делается на немецком оборудовании. Вы видите, завод чистенький, аккуратненький. Да, ну, вот это вот цех, я вижу, там холодильник стоит. То есть по изготовлению холодильника. Вот мы видим, на каком оборудовании все это делается. На немецком оборудовании. Цеха чистенькие, аккуратненькие. Работают там наши россияне. Не гастарбайтеры, как некоторые думают, что там работает. Это наши люди там делают все. А вот линия идет, где уже холодильники запаковывают цех. Мы уже видим, холодильники Бош. Вот идет упаковочный цех. А вот это барабаны на стиральную машину 5-килограммовую. Узкая стиральная машина 40 сантиметров глубиной. А вот здесь барабаны идут простые, не капельной формы. Это уже, видимо, склад, где складируются вот эти холодильники. Видите, они стоят один на другом. Ну, а здесь холодильники тестируют, проверяют. Кстати говоря, на заводе проводится тестирование как холодильников, так и стиральных машин. Здесь, похоже, тоже идет тестирование. Вот, кстати, стиральную машину, когда вы новую привозите, запакованную, если открыть внизу вот этот лючок, который идет как аварийный слив, вот если там лючок открыть, оттуда будет вытекать вода. Мы в магазине проверяли вот несколько машин, потому что проводится на заводе проверка на герметичность буквально каждой стиральной машины. Кстати, раз уж мне попалась вот эта фотография, мы будем покупать холодильник Бош. Здесь на фотографии вы видите компрессор, который ставится на холодильниках Бош. Компрессор ставится Джексипера, это китайский компрессор, но в Китае есть завод по изготовлению компрессоров, который ставят на большинство, на многие разные бренды, и эти компрессоры считаются, во-первых, очень качественными, надежными и недорогими. Вот, на Бошах ставится, во многих Бошах ставится компрессор вот именно Джексипера. А вот, кстати, как выглядит 5-килограммовая стиральная машина, которая идет глубиной 40 сантиметров на 5 килограмм. Но визуально можно сразу увидеть, что здесь идет ручка открывания люка справа, а на 7-килограммовой она идет чуть-чуть выше, вот отсюда открывается. Дальше боковины здесь идут прямые ребра, а на 3D-вашинг там идут уже такие вот полукольца. ну, визуально, в общем-то, уже отличается. Но и еще на 7-килограммовых дисклей справа, а ручка регулировки она идет по центру. Ну, в общем, таким вот внешним видом оно уже сразу можно различить 5-килограммовую от 7-килограммовой. А вот еще, кстати, вот что я хотела вам показать. Да, вот видите, вот эти вот кругляшки, ребра, это уже сразу видно, что это не 5-килограммовая машина и не узкая машина. Я вижу по размеру вот этих вот дуг, что это идет уже или 55 или 60 сантиметров в глубину идет машинка. И вот он, бак. Есть много споров, разборной бак или не разборной. Вы видите здесь защелки. Это как раз-таки бак разборной. Он не сплошной, не цельный идет. Его можно разбирать. Ну вот вы видите, какой плакат висит на заводе безопасности, качества, приоритеты БСХ. То есть с таким лозунгом, собственно говоря, и существует компания БСХ. Ну что, мои хорошие, я посмотрела, что я там видео уже наснимала много и пора мне это видео быстренько смонтировать и выложить вам на YouTube, чтобы вы могли его посмотреть и написать, оставить комментарий и начать снимать новое видео. В общем, кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok